сегодня будет еще один выпуск из серии о чем был фильм вам такой формат судя по откликам нравится поэтому мы продолжим рамках этой рубрики мы просто вспоминаем самые яркие моменты из культовых фильмов по сути это не обзор а картина в кратком изложении но перед тем как мы начнем напомню что каждую неделю теперь я провожу стримы на вас где мы смотрим хорошее и не очень хорошее кино смотрим обсуждаем в чате и веселимся каждый вторник четверг и субботу переходите по ссылке из описания и подписывайтесь чтобы ничего не пропустить ну и в telegram тоже заглядывайте ведь напомню что как только на него подпишется 50 тысяч человек я сразу же выпущу большой обзор по всей вселенной сериала кухня и так о чем был фильм иван васильевич меняет профессию начинается все в квартире до боли знакомого персонажа шурика который в этой картине инженер и работает над машиной времени но в данный момент он не работает а пылесосит и смотрит историческое кино о царских временах тут ему приходит в голову гениальная идея но кошка все портит угомонив кота он запускает свою машину из-за чего во всем доме пропадает свет чему соседи конечно не очень рады больше всего недоволен управдом иван васильевич бунша который отчитывает инженера тимофеева когда это кончится сейчас заканчиваю опыт с электричеством дорогой товарищ нужно ставить на работе а дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных домашних целях я в отпуске и потому работаю дома как представитель общественности заявляю прекратить но вот видать но пожалуйста шурик решается повысить напряжение и происходит что-то странное на экране появляется зина который сейчас на съемках зина это супруга шурика зина возвращается домой чтобы сообщить шурику грустную новость она полюбила другого режиссера якина что сейчас будет я должна сообщить тебе ужасные известия у меня сегодня в кафе увели перчатки и я полюбила другого она решает бросить шурика и с ним развестись и также на сообщать что теперь отправиться с якиным в гагры сегодня мы уезжаем с ним в гагры выбирать место для съемки а потом потом ему должны дать квартиру если конечно он не врет только ты меня пока не выписывай все-таки что может случиться зина уходит а на площадке шурик пересекается с женой ивана васильевича ульяной которую хлебом не корми дай позлорадствовать она уехала куда уехать с любовником на кавказ как с любовником и вы об этом так спокойно говорить оригинальный вы человек извините ульяна андреевна я занят однако у вас характер будь я вашей женой я бы тоже если бы вы были моей женой я бы повесился на экране появляется еще один персонаж жорж милославский жулик и квартирный вор путем нехитрых манипуляций в стиле терминатора он узнает что антон семёнович шпак сейчас на работе будьте добры позовите пожалуйста антон семёныча шпака антон семёныч здравствуйте вода который у час сегодня работает я очень настойчивая жду нос продолжим и соответственно в квартире сейчас никого нет туда милославский и отправляется шпак живет очень богато поэтому милославскому здесь есть чем поживиться это я удачно зашел граждане храните деньги в сберегательной кассе управдом бунша приходит к шурику и настоятельно его просят не разводиться чтобы не портить показатели своими разводами резко снижаете наши показатели их что же вы от меня хотите когда вы говорите иван василыч впечатление такое что вы бредите еще бунша требует убрать из дома машину которую изобрел шурик но шарик говорит что делать этого ни в коем случае нельзя потому что он изобрел то что принесет неслыханную доселе пользу людям и решает продемонстрировать как вообще это работает я изобрел машину времени словом я могу пронизать пространство и уйти в прошлое такие опыты уважаемые сан сергеевич нужно делать с разрешение только соответствующих органов мы испытаем мою машину времени в действии вы присутствуете при историческом событии и вдруг об стена исчезает и мы видим милославского который еще не успел сбежать с награбленным милославского очень заинтересовал прибор который изобрел шурик а вот иван васильевич заинтересовался самим милославским простите а вы кто такой будете я друг антон семенович шпака скажите это стало быть любую стенку можно так убрать а что вы так на меня смотрите отец родной на мне узоров нету и цветы не растут меня терзают смутные сомнения на вас точно такая же замшевая импортная куртка как уж пока теперь шурик решает испытать машину по полной не просто убрать стену а по-настоящему пронзить время и отправиться в прошлое мы сейчас же проникнем в прошлое от думаетесь от думаетесь товарищ мобей в прежде чем понимаете увидеть древнюю москву если ты еще раз вмешаешься в опыт и академик и станешь на пути технического прогресса я тебя я волнуюсь я здесь стена исчезает и мы видим не кого-то там а настоящего царя самого иоанна грозного мама миа царь тоже это видит и думает что пришла к нему нечистая сила так получается что иван грозный оказывается в советском союзе а вот милославский бунша остаются в прошлом царь конечно же находится в небольшом шоке от нового времени замуровали демоны вот что крест животворящий делает тем временем домой возвращается шпаг инженер хочет царя отправить обратно но не может молви еще раз ты не демон не демон ой не лги ой не лги царю лжош транзисторы перегорели пока я не куплю новый я не смогу вас отправить новый конечно можно купить правда не сейчас потому что на данный момент обеденный перерыв поэтому шурикам было принято решение предложить царю советские явства кильку и столичную водку нет нет я не пью меня уважаешь господи иван вас тогда пей инженер отправляется за транзисторами ведь не столько нужно царя отправить назад сколько милославского и буншу вернуть боярин боярин отправляй меня назад только ты боярин поскорее и сам тороплюсь ведь тех двоих тоже возвращать надо кстати сами милославский бунша которых приняли за демонов тоже думают что же делать им и тут милославский находит гениальное решение что лучшее что можно сделать это сделать из бунша царя иван грозный же продолжает изучать премудрости жизни советского гражданина пока иван грозный проникался творчеством высоцкого его трон занял бунша ну а милославский прикинулся князем князя милославским и по сути взял управление государством на себя и даже снарядил войско на войну тем временем ульяна андреевна бунша решает узнать куда же запропастился ее суженый и заглядывает к шурику но царь ей не открылось сам же шурик все никак не может купить транзисторы приходится обращаться к спекулянтам квартиру же возвращается зина сужена инженера с которой я кин тоже очень плохо поступил потому что бросил ее но дело ведь еще в том что зина перепутала чемоданы за которым якин сейчас и едет поэтому квартире оказывается зина якин и настоящий царь я ухожу от вас к режиссеру будимиру косому у него я буду играть царицу а кто играет бориса царя какого бориса царя карп савельевич якин кстати оценил актерские способности царя замечательно поразительно гениально но вот только царь свою очередь не оценил якина повинен отказник арпа савельевича спасает шпак который пришел на крики и решил пожаловаться что его ограбили зина же понимает что это никакой не актер а настоящий царь живота или смерти просил боярине живота пощади его великий государь царь дает благословение и даже дарит будущим молодоженом шубу любишь бояриню люблю прошу ваши руки зинаида михайловна жалую тебе шубу с царского плеча сам же иван васильевич переодевается в советские одеяния которые трениками зовутся бесовская одежа да чего ж на нашего бунша похожа и зина убывает с якиным трогай а царь наслаждается видами москвы которая так похорошела красота то какая лепота тем временем к милославскому и бунша а вернее к царю прибыл шведский посол посол шведский принять просят сдвинь брови и бунша решил разбазаривать земли они кемскую волос требует кемскую волос кемская волос да пусть забирает на здоровье не великий государь да ты что сукин сын самозванец казенные земли разбазариваешь а еще милославский ворует у шведа рыцарский орден посол рыцарский орден с груди потерял меня опять терзают смутные сомнения ты на что царская морда намекаешь на прием к царю должен был зайти еще татарский князь едыгей но милославский решает что неплохо было бы отобедать царь ведьма ведьма нарезался скрипнула на дверь перся где то плыл за моря танцуют я спалил заливай да еще ко всему этому войска взбунтовалось тем временем милиция задерживает царя а все-таки кто такой аз есть царь шурик милославский под шумок путаницы с царем сбегает а шурик отправляет ивана грозного обратно торопись князь крути крути свою машину милицию дело шлют но тут внезапно картинка становится снова не цветной и домой как ни в чем не бывало возвращается зина и выясняется что с никаким якином она не уезжала да и якина вообще не существует ты не уехала в гагры какие гагры ты любишь якина какого якина да что с тобой шурик все это шурику просто причудилось на этом картина подошла к концу надеюсь вы вспомнили самые яркие моменты из этой легендарной и по-доброму смешной комедии но кстати иногда авторы пытаются создать серьезное драматическое произведение а получается комедии не верите прямо сейчас прыгайте по ссылке из описания если смотреть это видео в день выхода на мой васт канал там прямо сейчас идет прямой эфир на котором мы смотрим забавный трэш сериал помимо этого общаемся в чате шутим разные шуточки и так далее но и про мой телеграм-канал тоже не забывайте кстати ну и самое главное желаю чтобы вы и ваши близкие были сыты одеты здоровы и главное живы где бы вы сейчас не находились в северодонецке Мариуполе Херсоне Ялте Золотом Рубежном Кременной Краматорске Краснодаре Белгороде Воронеже или в любом другом населенном пункте России Украины Беларуси Казахстана или любой другой страны надеюсь тяжелые времена для нас всех вскоре подойдут к концу услышимся Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров